всем привет давайте подождем минутку пока большинство присоединится покажу вам пока показывать поговорим про референс вот меня даже немножко видно в отражении ноутбука будем рисовать вот эти вот тюльпаны референс был stories у меня и у doodle sketch давайте я представлю вдруг кто не знает меня зовут юлия андриенко да мой аккаунт юклад привет я на кого-то я здесь знаю вот и мы будем рисовать вот эти тюльпаны немножко у меня отсвечивает ну не знаю надеюсь вы все познакомились большинство из вас познакомилась с референсом он горизонтальный но мы возьмем вот такой вот вертикальную ориентацию чтобы цветочки были покрупнее что интересно в этом референсе кроме того что это нежные цветочки референс контрастный темный фон многие из вас уже знают что на темном фоне все выглядит очень выигрышно да и и здесь не просто темный фон черный тут доски этот придаст некоторую динамику работе сейчас я немножко отложу ноутбук и начнем мы с наброска что-то мне немножко не ровно камеры щас в эти поправлю немножко так так вот начнем с наброска вот примерно я здесь хочу чтобы у меня были цветы я вот так вот обозначу примерное место цветов пусть они будут пышнее немного чем на референсе тут у них будут стебельки веревочка не стебельков не влезет и я сразу намечу доски я очень буду стараться отвечать на ваши комментарии вопросы проматывать вряд ли мне удастся потому что скоро мне станут грязные руки ну буду стараться очень оперативно все смотреть я начну с цветов ну что это главный элемент и я беру для этого розовый карандаш карандаш и я использую в основном именно для набросков потому что их удобно держать в руке я очень редко прорабатываю это вот положу буду смотреть какие-то элементы карандашами не люблю мельчить тем более в основном я работаю в такой чудной техники и эта техника получается экспрессивная довольно и тоже требует крупных мазков мазков крупных движений как настроение перед рисованием настроение у меня хорошая я успела поужинать перед прямым эфиром значит я не буду злая вот добрая и буду шутить еще раз привет всем присоединившимся я хочу ложиться с вами в один час эфира поэтому постараюсь рисовать побыстрее я рисую вот эти вот тюльпаны которые были stories в обоих stories и в моем истории с дуду и скетч так я вот так вот набросала примерно примерно совсем цветочки набросала я не делаю их очень подробно мне главное зарезервировать место под них да потому что пастель она перекрывает сама себя и если мы где-то залезем фоном будет совершенно не страшно где-то так вот я могу отметить там какие-то где-то расходятся лепестки и вот эти места форму лепестков мы все равно зададим потом мелками дальше уж давайте серьезно часто я делаю набросок опустите одним цветом карандаша например серым потому что все раз скорее всего это закроется мелками теперь давайте зеленым у меня темно-зеленый но это неважно придаст дополнительную глубину если что намечаю стебельки все стебельки чтобы их потом не потерять до когда мы будем делать фон когда мы будем когда мы будем делать более светлыми чтобы мы их не потеряли мы сразу отмечаем вот тут вот какие-нибудь листики тут уже будет много листиков на их все рисовать не буду то будет сейчас каша-малаша и давайте тоже сразу отметим спасибо вот у нас будут вот эти веревочки тоже туда чуть-чуть торчать так очень вероятно что карандашам я больше не вернусь но я все равно держу при себе теперь я обычно начинаю работать сразу со всеми планами и с предметом и с фоном чтобы видеть целую картинку чаще всего я делаю так поэтому я сейчас очень быстренько добавлю основной цвет цветы в зелень и потом плотно займусь фоном когда я работаю на наждачки я в первую очередь использую мелки фаберкасту вот такая коробка это твердые мелки и для работы на обычной бумаге я бы сказал что они и вообще как не подходит потому что они не размывается не совсем не жирные пылью встряхивается и не держится на работе на наждачке эти мелки прекрасно держатся плюс ко всему прочему у них получается не такой большой расход как у шминки мягкий ультра мягкую пастель конечно и жалко и рисовать на наждачке так этот оранжевый сейчас посмотрим если у меня что-то порозовее покрасне и вот можно даже довольно яркий взять цвет для основы потом мы светленьким так все цветы и в целом верху ярче да там несмотря на какие-то подожилки внизу не я пока не беру белый цвет потому что белым цветом можно будет ставить потом акценты я беру какой-то средний тон на чтобы просто наметить меня получилось знаете мне кажется излишне красно сейчас опущу что-нибудь более розовые у себя у меня еще целый ящик с милками кучу мне милков этим еще несколько розовых приготовлю это слишком добавим немножко нежности то есть сейчас я просто расставляю какие-то цветовые акценты да смотрю что вот здесь у меня темнее это и круглые мелки это мелки рембрандт они мягче чем power каста вот смотрю где у меня самые яркие самые темные места где более светлые сразу это эти места отмечаю чтобы было ощущение объема если сразу 100 раз ставить все световые пятна потом будет гораздо легче видите это сверху цветы более яркие внизу у стебелька не более светлые вот так это так совсем 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 грубый набросок потому что когда я буду работать я хочу потом цветы про более подробно проработать после фона сейчас давайте еще с стебельками они довольно светлые даже высказала не желтоватые по крайней мере верхушек причем если мы приглядимся более светлые спереди находится видно что не более светлые стебельки а которые у нас вот здесь вот на дальнем плане они более темно что нибудь потемнее я очень люблю оливковые оттенки зеленого поэтому даже если нет оливкового цвета в референс я все равно их использую вот так вот у нас примерно будет сейчас посмотрим еще какой-нибудь где-то листики более зеленые еще позеленее прям совсем темные а поверх сделаем что-нибудь оливкового добавим если желающие можете мне что-нибудь спросить можете со мной о чем-нибудь поговорить обычно в эфирах мы много шутим и веселимся чем хороша постели до тем что она перекрывает себя и можно я иногда пробую мелки прямо на работе уже красиво мне кажется еще конечно далеко до красоты но будет такой вот прекрасный зеленый сынелье такой травяной зеленый не видно ну поверьте мне достаточно теплый я очень тоже люблю я вот туда сейчас везде добавлю в тени и листики пусть будет каша-малаша на самом деле каша-малаш это принципе то чего мы и добиваемся руки грязные у меня есть влажные салфетки если что я ими воспользуюсь знаете вообще не люблю сдувать пыль с работы потому что она разлетается по всему столу обычно я приподнимаю планшет и стряхиваю нас на стол потом мою стол но нет уже все заставлено не получится поэтому поэтому я сдую но честно сдавать очень не люблю потом приходится очень долго отмывать стол так теперь давайте вернемся к столу где покупаем мелки я покупаю мелки в германии потому что я живу в германии и мне кажется я конечно могу сказать где конкретно я их покупаю но мне кажется очень мало кому пригодится эта информация но если вы тоже из германии вы можете мне об этом сказать я озвучу в прямом эфире список магазинов где покупаю мелки это я тень между досок сделала сразу сурово теперь я поищу темно-коричневый себя в запасах почти весь светлый я бы наверное знаете даже вот так вот мы сделаем я сначала буду делать коричневым цветом у меня нету очень темно-коричневого мелка вот вниз шминки вот шминки наверно самый темный что у меня есть мне немножко не подходит этот цвет я хочу чтобы цвет был такой не такой теплый не такой шоколадный поэтому я вот беру коричневый какой у меня есть не очень теплый не очень плотно за закрываем такой же цвет им доски а потом сверху вот так прохожусь черным мелком и он становится темнее акриловыми рисую мелками акриловыми красками запись эфира я приложу все усилия чтобы сохранить запись эфиром очень надеюсь что инстаграм будет ко мне благосклонен сегодня так вот мелки покупаю в интернет-магазине креатив д в основном иногда на джексон сарт рядом с цветками сделаю потемнее во первых там свет нас падает сверху поэтому тень будет как раз везде между цветков во первых поэтому а во вторых цветы на светлые зелень светлые чтобы это они выступали вперед чтобы их где добавить контраста я тоже делаю вокруг черным цветом где так вот захожу до немножко на цветы это не страшно мы цветы потом сверху поправим почему я часто сначала прорисовываю цвет самому объекту чтобы смотреть как сочетается фон а то бы я сделала фон светлые цветы бы потом потерялись а так сразу видно надо потемнее не надо потемнее я тоже здесь добавляю коричневого она не так много рядом с цветами видите пока я не прорисовываю доски ничего вот этого пока до начинаем с общего тона довольно быстро получается техника довольно смелая то есть если вы не чувствуете уверенность в себе как в реалистичном художники или просто вас нету не знаю сегодня 3 часов для рисования подряд то очень удобно сесть за полчаса за час нарисовать я бы сказала за полчаса с болтовни за час нарисовать какую-нибудь картину доски у нас горизонтальные поэтому я все тут рисую горизонтальными движениями это пастель да у меня все поставить черная пастель и цветная пастель и черная поставить все пастель но тут я посерединке под прямо только черным делаю иначе совсем мешанина будет несмотря на то что наждачка это абразив она тоже забивается да то есть бесконечно много у нас не получится все таки наносить слоев мы не будем плюс нас всегда есть под рукой клячка и клячка можно убрать лишнее как правильно рисовать закат на любой вопрос как правильно я могу ответить как хотите и не важно что вы рисуете можно конечно сказать да рисую человека правильно рисовать пропорционально но если вы пикассо вы можете рисовать непропорционально поэтому на любой вопрос ответ как хотите про закат есть один момент если вы рисуете touchdown дополните когда солнце касается воды то не рисуйте после этого лунную дорожку солнечную дорожку по воде такого не бывает жизни дорожку видно только когда солнце еще не коснулась горизонта эта ошибка часто видна у художника то есть не привезли в том числе если вы рисуете закат рисуйте его настоящим фото так что вот это единственное правило если вы хотите чтобы было более-менее правдоподобно всем привет вновь прибывшим . так ну что вот у нас вокруг цветов темно все таки вот я тут уберу коричневый мне не очень нравится находит на цветочки то не страшно теперь давайте немножко добавим фактуры я добавлю таких вот между досок этих вот полосочек и край доски у нас светлый если мы приглядимся вот этот вот ребро но не рисуйте пожалуйста четкие ровные линии геометрические иначе это будет гем урок геометрии мы хотим в первую очередь передать настроение это не значит что ли не должны быть какие-то изогнутые да но не могут быть прерывистые не везде видны но главное не по линейке можем добавить посмотрите всего 20 минут прошло мы уже почти все сделали я считаю вы молодцы я буду очень рада если кто-нибудь будет рисовать сейчас со мной или будет смотреть записи рисовать и потом выкладывать это с каким-нибудь тегом у меня есть мой тег рисую с юхлой можете просто меня отмечать тогда я просто буду видеть что вы со мной прислали мне будет очень приятно может там еще напишем пару ласковых пару ласковых никогда не помешают комплименты все художники любят я немножко делаю фактуру видите такие сучки неловкими движениями да что же не совсем ровные потому что мы уже не хотим чтобы у нас тут было совсем все идеально хочется в основном же движение экспрессии поэтому от ее и пытаемся изобразить походит на дерево каком со стороны знаете кто не рисует еще раз проговорить последовательность работы для тех кто опоздал и выбор цвета спасибо выбор цвета бумаги у меня серая наждачная бумага номер 800 по моему серый потому что другой мне не продается но я знаю что в россии можно найти бордовый и по моему черный дальше я розовым карандашом светлым обозначила цветочки контур карандашом потому что карандашом удобнее зеленым карандашом наметила стебельки чтобы их не потерять ну что их тут месиво очень много и коричневым карандашом наметила доски далее я нанесла основные пятна для цветов у меня вот такой красный розовый яркий и светло розовый светлые внизу темное наверху и также темная на нижних цветочках и стебельки вот сейчас покажу какими цветами вот такими оттенками я делала цветы и стебельки у меня это вот оливковые и травяной зеленый я чисто нанесла основные цвета просто видеть полоски без какой-то детализации чтобы можно было потом ориентироваться на цветы после этого я стала прорабатывать фон обозначила черным уже полуполосы коричневым таким не шоколадным скажем так холодным коричневым прокрыла доски но они довольно светлые оказались поэтому я сверху еще просто прошлась черным мелком без сильного нажима и вокруг цветов только черный да вот здесь вот у меня только черный вот здесь между стебельков и вот здесь больше черного вокруг потому что свет падает сверху вот тут еще был такой зазор чик между лепесточков прямо видно было я сейчас тоже черным обозначу так я говорю довольно быстро мягко говоря я тараторка поэтому если что останавливайте мне говорите что 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 вы сказали 10 минут назад и я буду повторять вон под листом делаю тень вот тут вот побольше тени я считаю что с деревяшками все этого не стал шоколадного оттенка добавлять я бы добавила какую-нибудь что-то типа умбрыну потому что она тогда умбрата уже на такая я бы сказала коричнево-зеленый цвет и если его добавлю где-то здесь он будет перекликаться с зеленым в листве хорошо когда цвет повторяется это может быть только если вы рисуете на черном или на белом фоне тогда можно не ставить остальных акцентов но если у вас фон цветной хорошо вы если вы будете добавлять допустим цвет объекта в фоне чтобы цвет повторялся несколько раз можно прямо зелененьким денег мазануть но это довольно рискованно поэтому я чтобы не рисковать предлагаю ограничиться вот таким вот выбором темной оливковым что-то такое посмотрите что у вас есть но можно вот можно и зеленым мазануть такой цвет цвет падает при этом что сейчас мы перейдем к цветам более темно это у меня листья вот сейчас по второму разу их обозначу тут тоже не будет потемнее потому что светлая веревочка и что еще наши розовые цветочки красным немножко отдают стебельки не тоже отражаются да там тоже есть отражение не только у нас объект отражается на фоне но и объект сам на себе отражается поэтому я немножко розоватого добавляю вот самое самое основание стебельков можно какие-то тоже на доске немножко но не переусердствуйте боитесь лучше не делайте вот так вот да то есть главное почувствовать где стоит ляпнуть лишний цвет а где нет даже если вы рисуете вот просто и тут как вот сейчас все равно сделайте вид что вы рисуете шедевр для третяковки и думаете работе думаете о том как это будет смотреться посмотрим где тут где то есть просто тень который закрывает я отсюда и добавляю на самом деле там листья но они в тени поэтому можно конечно прямо карандашом какие-то вот линии нарисовать но карандаша не настолько мягок поэтому я предпочитаю ребром мелка какие-то вещи делать это уже не уже много слоев они уже смазываются так тут немножко у меня такой забор получился поэтому еще давайте сделаю кинуть листики в бок блик давайте сделаем на этот листик чтобы он не терялся что-то за не конечно до собраны все вместе но пусть тут сока не большой хаос все-таки появится так теперь я думаю можно перебираться к цветам что нам нужно нам нужен с вами белый давайте белым обычно я использую для бликов шминки но пока мне тут немного слоев мелков на наждачке я могу начать с фаберкаста вот там сверху такой яркий краешек и снизу несмотря на то что у нас там сверху темнее да там все равно у нас такой кантик есть плюс это придаст контрасту с фоном я рисую нет я одну я рисую сухой пастелью масляной пастелью акварелью и немножечко маркерами на это скорее так ради баловства и скетчей в поездках основной материал это пастель но акварелью тоже много рису я ничего видите не прорабатываю моя задача это скорость я думаю что если в это был не прямой эфир явно верный минут за 20 наверно этот скетч сделала и пошла бы дальше то удобно для пленеров то есть можно брать наждачку на пленера на дешевая яркая раз-два и готова да и готов яркий скетч я бы ее использовала так вот конкретно для такой техники немножко привет всем привет присоединившимся нам и на самом деле уже заканчиваем мы я сейчас возьмут вам бренд у меня желтого лимонный но я особо не вижу разницы он помягче и побольше даст я даже немножко нанесу вот на вот легонько на троту на стебелек я прямо круглым мелком такие делаю я вообще люблю работать ребром мелка но мне этот мелок не сломан и мне знаете не хочется его ломать поэтому я вот этой круглой частью вот так рису получается такой вот немножко смазанный штрих мне это очень нравится тут мы не особо заморачиваемся за достоверность нам тут главное цветовый пятна и на красный мы тоже заехали фона давайте красный цвет вернем все-таки красный я думала что может я сделаю нежно-розовыми но все-таки такой красноватый цвет мне хочется плюс мы пока сдували тут пыль немножко загрязнились цвета вот мне тут черный заехал поэтому еще что все поправлю может форму цветов где-то клепестки не торчат где-то нежные торчат где-то не поярче уже сложнее перекрывается цвет и мы можно в таком случае взять более мягкие муки смотрим что у нас еще есть из красный он еще есть очень мягкий шминки ну мне кажется он сейчас тут такого красного пятна даст можно в тень но я бы не усердствовала если честно забьет все перекроет акриловыми красками ну акриловыми красками это вот мы передим ребятам из дудл скетч и не найдут кого-нибудь кто будет рисовать акриловыми красками с вами в прямом эфире вы можете написать в директ спасибо вам за участие и за комплимент скетчу если у вас есть много времени на работу над скетчем и конечно можете долго там что-то вырисовывать детальки добавлять тени ну я за быстрые работы в целом у меня есть долгие работы мучительные нот в том числе я пропагандирую быстрой работой поэтому не будем долго мучить не будем долго мучить работу тоже немножко засвечено за кровь и за света от окна ну я думаю что сфотографирую работу и завтра или послезавтра выложу результат у меня мягкие шминки он перекроет все что угодно и можно делать какие-то акценты наверное все таки дать еще немножко розового вот кажется еще нас тут ленточка значит да ленточка вот у нас тут такая все замотана замотана я ленточку сделаю ой спасибо большое мне тоже нравится такая техника именно за легкость за какую-то и поэтому я в ней чаще всего работают потому что она легка для меня дело так вот прямо по грубому сделаю вид что мне тут что-то замотана какая моя любимая тема пастелью а я не знаю так все слуха тут сложно одно время я считала что я люблю рисовать города но мне их не так много потому что они довольно сложные для меня ну или я их не чувствую я люблю цветочки люблю очень рыбу или натюрморты ну знаете не классический натюрморты классический натюрморты я начала относительно недавно рисовать пока не очень чувствую в них силу найти когда вазочка другая вазочка фрукты вот цветочки такие нить я люблю я отогнать грубо довольно бантик нарисовала давайте немножко подвину чтобы было видно она получше так видно да потому что здесь комментарии такой грубенький бантик и давайте давайте еще минут десять отвечая на вопросы что-нибудь здесь уже поток просто так по возяку и и разойдемся в целом можно на этом остановиться если вы делаете такой быстрый чуд да понятно что-то тюльпаны ну если вы хотите больше подробностей вы можете копаться дальше в работе так оформляли подобные чуды в раму в паспарту знаете когда я храню работу дома я просто перекладываю газетка и складываю в папку и все потому что если буду оформлять все свои чудо мне не хватит места в доме под этим под бантиком тоже потемнее чтобы он выделялся но если я вешаю работу на стену продаю и так далее тогда конечно вообще любая работа пастелью требует оформления в раму и паспарту паспарту чтобы стекло не касалось работы ну соответственно в раму потому что пастель это не акрил не масло ее не протереть есть фиксативы для пастели на не немножко меняют цвет не для каждой работы это страшно если цвет немножко потемнеет для портрета не очень и для какой-нибудь светлой нежной работы я фиксативом только если это действительно нужно да то есть если вы посылаете работу по почте конечно ее надо будет покрыть фиксативом или сразу оформить в раму потому что вы не знаете как люди там будут ее трогать на том конце почты вот вот такая работа значит да у нас тут может быть вас больше цветов использована в изображении самих цветочков и зелени ну вот например свете этот цвет он кажется таким же белым как здесь но на самом деле розовый многие нюансы будут видны только при близком рассмотрении поэтому тоже когда вы будете фотографировать работу учтите это да есть на продажу фотографируете можно еще наделать каких-нибудь вот таких вот штрихов не должны быть параллельно то есть объектом параллельно цветам например зелененькие могут быть параллельно листикам такую живость добавим раз то нас тут да раз нас скетч вот многие рисуют маркерами скетчу в отпуске или акварели вот мы можем пастелью рисовать сами так ли еще и думала немножко на веревочку пару бликов где у меня белый милок по белому конец я могу взять белый карандаш и добавить несколько бликов можно черным карандашом что-то добавить но учтите какой бы не был мягкий карандаш он уже не так хорошо были перекрывать пастель можно карандашом пользуется как растушевкой в том числе деликатный только карандаш чтобы в том верить и не тут где-то потерялся узор дерева тени тоже потому что добавить но это все знаете уже копание в мелочах для этой работы это все не обязательно у нас быстро 1 2 и готова кто будет рисовать пишите потом если вы будете рисовать самостоятельно по записи за сколько минут вы справились мне кажется это отдельное должно может быть течение быстрых скетчей все осталось поставить подпись надеюсь вы все ставите подписи на своих работах поднимите руку кто ставит подписи вдруг вы когда-нибудь станете известным художником будут вести споры за ваши этюды черно-белые наброски и все вот эту у вас раз подпись везде стоит все знают что это ваши мелком не так удобно конечно как карандашик ну собственно вот что же хочу сказать спасибо всем кто был сейчас сегодня со мной всем кто рисовал или кто еще нарисует тюльпан и будет очень приятно что я тут не одна была будет интересно посмотреть очень на ваши работы потому что работа всегда у всех разные даже по одному референсу одну часто рисую с полиной пани не конью по одному из проводим совместные эфиры по одному референсу у нас получается совершенно разные работы при том что мы работаем одним и тем же материалом поэтому очень жду ваша работа мне очень интересно что получится ну и я с вами не прощаюсь надеюсь куда-нибудь еще вместе порисуем вот всем пока какие грязные руки безобразие так сейчас надо так завершить чтобы все сохранилось так что